Виктор Драгунский. Все Денискины рассказы. Девочка на шаре. Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шёл туда, потому что мне уже скоро восемь лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Аленке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пошли в цирк. И я думал, как хорошо, что уже большой, и что сейчас в этот раз всё увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты, и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают для смеху. Ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И ещё в тот раз я всё больше смотрел на оркестр, как они играют, кто на барабане, кто на трубе. И дирижёр машет палочкой. И никто на него не смотрит, а все играют, как хотят. Это мне очень понравилось. Но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. Я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз ещё совсем глупый был. И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины. И кругом светло, и в середине лежит красивый ковёр, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка. И все кинулись рассаживаться, а потом накупили скимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво в красные костюмы с жёлтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошёл их начальник в чёрном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал. И музыка заиграла быстро-быстро и громко. И на арену выскочил артист-жонглёр. И началась потеха. Он кидал шарики по десять или по сто штук вверх и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглёр кинул этот мячик к нам в публику. И тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка в Мишку. А Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижёра. Но в него не попал, а попал в барабан. Бам! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглёру. Но мяч не долетел. Он просто угодил одной красивой тётеньке в прическу. И у неё получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли. И когда жонглёр убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар. И дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего. И оркестр опять заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у неё были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре, и потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него. Но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а это какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вёз её на себе. Она могла ехать на нём и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь. Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла. И я подумал, что она, наверное, и есть дюймовочка. Такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки, и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё было как в сказке. И тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте. И она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела. И это было удивительно. Я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного. И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво!». И я тоже кричал «Браво!». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперёд к нам поближе. И вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния. И ещё, и ещё раз, и всё вперёд, и вперёд. И мне показалось, что вот она сейчас разобьётся о барьер. И я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить её и спасти. Но девочка вдруг остановилась, как вкопанная. Раскинула свои длинные руки, оркестр замолк. И она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил, и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я её вижу, и что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, и я притянул к ней руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать. Но мне было не до него. Я всё время думал про девочку на шаре, какая она удивительная, и как она помахала мне рукой и улыбнулась. И больше уже ни на что не хотела смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку. Она всё ещё мне представлялась на своём голубом шаре. А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить ситро. А я тихонько спустился вниз и подошёл к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось ещё раз посмотреть на эту девочку. И я стоял у занавески и глядел. Вдруг она выйдет. Но она не выходила. А после антракта выступали львы. И мне не понравилось, что укоротитель всё время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол редком и ходил по львам ногами, как по ковру. А у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних помпасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что. И когда кончилось, мы пошли домой. Я всё время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил, ну как, понравилось в цирке? Я сказал, папа, там в цирке есть девочка, она танцует на голубом шаре, такая славная, лучше всех. Она мне улыбнулась и махнула рукой. Мне одному, честное слово, понимаешь, папа? Пойдём в следующее воскресенье в цирк, я тебе её покажу. Папа сказал, обязательно пойдём, обожаю цирк. А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз. И началась длиннющая неделя. И я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался. И всё равно каждый день думал, когда же придёт воскресенье. И мы с папой пойдём в цирк. И я снова увижу девочку на шаре и покажу её папе. И, может быть, папа пригласит её к нам в гости. И я подарю ей пистолет Браунинг и нарисую корабль на всех парусах. Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна. И после них у мамы разболелась голова. А папа сказал мне, следующее воскресенье даю клятву верности и чести. И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил ещё одну неделю. И папа сдержал своё слово. Он пошёл со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. И я радовался, что мы так близко сидим. И представление началось. И я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, всё время объявлял разных других артистов. И они выходили и выступали по-всякому. Но девочка всё не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своём серебряном костюме с воздушным плащом. И как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе, сейчас он объявит её. Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого. И у меня даже ненависть к нему появилась. И я всё время говорил папе, да ну его, это ерунда на постном масле. Это не то. А папа говорил, не глядя на меня. Не мешай, пожалуйста. Это очень интересно. Самое то. Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоёт, когда увидит девочку на шаре. Небось, подскочит на своём стуле на два метра высоту. Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул «Антракт». Я просто ушам своим не поверил. «Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы. А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала, и у неё сотрясение мозга?» Я сказал, «Папа, пойдём скорее узнаем, где же девочка на шаре?» Папа ответил, «Да, да. А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать. Пойдём-ка купим программку». Он был весёлый и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал, «Ах, люблю, люблю я цирк. Самый запах этот. Голову кружит». И мы пошли в коридор. Там толклось много народу. И продавались конфеты и вафли. И на стенках висели фотографии разных тигриных морд. И мы побродили немного и нашли, наконец, контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролёрши, «Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?» «Какая девочка?» Папа сказал, «В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?» Я стоял и молчал. Контролёрша сказала, «Ах, вы про Танечку Воронцову! Уехала она, уехала. Что ж вы поздно хватились?» Я стоял и молчал. Папа сказал, «Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а её нет». Контролёрша сказала, «Да, она уехала вместе с родителями. Родители у неё бронзовые люди. Два яворс. Может, слыхали?» «Очень жаль. Вчера только уехали». Я сказал, «Вот видишь, папа, я не знал, что она уедет. Как жалко. Ох ты боже мой. Ну что ж, ничего не поделаешь». Я спросил у контролёрши, «Это значит точно?» Она сказала, «Точно». Я сказал, «А куда неизвестно?» Она сказала, «Во Владивосток». «Вон куда?» «Далеко». «В Владивосток». Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо. Я сказал, «Какая даль!» Контролёрша вдруг заторопилась. «Ну идите, идите на места, уже гасят свет». Папа подхватил, «Пошли, Дениска, сейчас будут львы. Косматы, рычат, ужас. Бежим смотреть». Я сказал, «Пойдём домой, папа». Он сказал, «Вот так раз». Контролёрша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер. И мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго. Потом я сказал, «Владивосток — это на самом конце карты. Туда, если поездом целый месяц проедешь». Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли ещё немного. И я вдруг вспомнил про самолёты и сказал, «А на Ту-104 за три часа и там». Но папа всё равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал, «Зайдём в кафе-мороженое. Смутузим по две порции, а?» Я сказал, «Не хочется что-то, папа. Там подают воду. Называется Кахетинская. Нигде в мире не пил лучшей воды». Я сказал, «Не хочется, папа». Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шёл очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шёл так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьёзное и грустное лицо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...